Полициана, где-то более тридесят людей, которые в Казахстане или в Казахстане? Последний вопрос, есть ли в Казахстане? А, да, понятно. Да, это очень хороший вопрос. Мы думаем, что транспарентно каждый получит свой номер, или просто где-то в компьютере можно ходить, смотреть и поочередно ехать, чтобы не было так, что надо именно. Да, у меня сердце открыть тридцать лет, и где-то дальше. Так, чтобы не было этого. А вот еще такой вопрос. Хорошо. Извините, что вот здесь вопрос, когда будет можно смотреть. Потому что я вчера спросил. Будет введен закон, но где-то в конце декабра, в начале Евангелия, точнее, надо сделать решение, надо начать работу. Сделать такой сайт, на котором все это будет, да, сделать и дальше. Покажем, кто есть. Существует вообще это в активе. Если кто-то не говорит, надо сказать, что я существую, да, мне это потеряли мою бумагу, а у меня в банке есть, то да, что я существую, да. И если где-то, ну, кто-то в цитат, кто-то в капу будет работать, потому что у меня была должна быть встала приехать и просто уже взять бумаги и начинок. Тоже на такой же момент начать работать, это уже уже центр, да. Но если у вас будет семья, будет сестра, брат, то вы сразу должны купить деньги и все, да. А если в этом центре, мы даже не знаем сколько желающих, да. В этом году где-то принимаем две-три тысячи людей, которые живут в Котинниках. И не есть. Если так, я знаю, скажем, если кто-то, сколько в год я думаю, если вы будете работать, люди будут узнавать, что это работает, этот момент за живущего может быть больше. И вы должны тоже узнать, чтобы просто заказать деньги в бюджете на следующий год. И если количество людей, сколько они имеют денег, так будет сразу и вес, на сколько можно в год принять. Основная проблема этого центра, да, на сколько у вас есть. У кого семья есть, то никаких проблем. За вами будут ходить ваши растения и все. Так, наверное, у нас находит эта проблема центров, денег и сколько у вас будет кофе. Ну, первый, я так как бы сказать, ну, год, в который мы будем начать, да, что-нибудь знать, уже будут люди езжать, да, которые, скажем, самый длинный срок у них дали. И потом так дальше. Наталья, думаю, если вам ваше мнение по-другому, пожалуйста, скажите. Потому что, по-моему, мы будем еще менять. Каждый где-то год будем делать какие-то исправления в этой системе, если что-то не будет работать. Ну, чтобы вам это было удобнее, да, и чтобы это привлекало в вашей системе, да. Но сделать закон какой-нибудь. Теперь тоже есть законный штаб и работает, да. Так лучше сделать хорошее. Чтобы работа, чтобы привлекало людей просто в этом. Когда пришло время получать гражданство, Я не знаю, на каком это основании есть. Что это за бумага такая? И для чего это делалось? Факт тот, что дети остались самостоятельно там, устроились на работу, женились, взяли ипотеки, приобрели жилье, ипотеки на 20-30 лет. Ну да. Никакой помощи больше не было, кроме, по-моему, подъемной немножко, дальнейки всего. Каким теперь образом вот этот новый закон будет на них распространяться? Помощь какая-то или погашение ипотеки, или что? Ну они живут уже по 20 лет, там и ипотеку платят, это тоже тяжело. Извините, не будет это работать, как бы сказать, в прошлое? Этих людей, которые где-то сидят, или вообще не идут, или вообще не идут? Теперь я, например, пенсионер, я желаю к ним переехать. Пожалуйста. Каким образом это будет все выглядеть теперь? Или мне их семью заниматься, или мне предоставить жилье оттенок где-то рядом или в этом городе, где они живут? Потому что я знаю, какие случаи были, что дети живут в одном городе, родители переехали туда, живут за 300 километров в другом городе. Очень тяжело. Они в первое время особенности живут своим языком, обращаться в муниципалитеты, в поликлиники, на работу. Это было тяжело. Сейчас, конечно, они уже там обустроились и живут нормально. Но факт тот, что расстояние большое между детьми и родителями. Что нельзя так делать, чтобы где-то в этих, где-то рядом, поближе к родителям, чтобы можно было... Мы не знаем, что с нами завтра будет. Что делать, чтобы ребенок может приехать почаще. Не так, как за 30-40 километров ехать. Четыре больше на север. Понятно. Отвечу? Такого рода вопроса. Да. Как вы уже, когда я уже в начале сказал, чтобы совместно с семьей жили. Просто наши дети могут... Могут нас пригласить там, где они живут. Я не знаю точно. Это тоже, как я сказал, вопрос. Что это семья. Милы не давали. Почему не давали? Потому что ей не было удобно. Почему? Потому что до сих пор... Извините. Может... Это сложно понять даже. Я знаю, где об этом говорить вообще. Да, да, да. Если... До 96-го вообще не существовал никакой закон по днам репатриата. Последний закон о репатриации существовал до 96-го года. Потому что репатриация, та репатриация тоже из Казахстана, у них окончалась в 59-м году. И даже в начале 90-х не было закона, по которому получить гражданство. Да? Вот так появился. И в 96-м сделали такую там новую часть в законе про инвестрацию. А в 2000-м году сделали вообще закон о репатриации. Так в эти времена даже не было никаких законов вообще. Это надо было принуждать государству, чтобы оно сделало. Это был главный суд, к которому обратились семьи репатриантов, которые, ну, даже, можно сказать, бежан из Казахстана. Потому что это не было никакого договора, ничего. Они обратились к большему суду. И он принуждал государству, чтобы делал какие-то законы по делам репатриации, по делам репатриантов. Это так. До 2000-го года государство не выделяло никаких средств, по делам репатриантов. Все только делало само управление, делало город, делало огромное. С 2000-го года начались они платить просто гминам, которые принимали репатриантов за это жилье. Но только этим гминам, которые принимали патриантов по очереди, которые они имели. Которые накоплялись в консуляции и так далее. Если кто-то бы принял не за это очереди, только вас, да, они бы не получили в этот город, так гминам не получил бы никаких денег. И так ему интересно принимать просто людей, зато их тоже на семьи, в тот самый город, потому что они в этот момент не получили в государство денег. Извините, что это фундаментная система. Если это будет так, что гминам будет независимо от того, кого принимали, люди получают деньги. Если ваши свои дочки, они пойдут в эту гмину и скажут, что они будут согласны, это дело само права, не государство, и они будут согласны, так они получат на вас деньги на вашу жизнь. Ваши какой-то жилье, который будет на какой-то коммунал, украина, в которой просто работают, будут неудача, если они будут согласны. Может быть, да, вы извините, это так может быть, это есть на уравне. В этот момент, можно пригласить, если вы будете получать пенсию, и этот вопрос хороший, который мы будем решать. Но сделать эту систему, сколько денег должен получать вам лицо, семья, что это семья и так дальше. Мы думали по вечной семье, трактористой, ноярки, готовить детей, и так далее. Но здесь, Астана, и вообще по-другому, есть то, что есть молодые люди, вообще по-другому. Ну, так мы думали в основном, это сто тысяч. А сколько для пенсионеров, а сколько, например, для молодых людей, которые начали жизнь для мамочки? Я отвечу вам, извините, если вы получите на свое жилье, если вас не пригласите, это мина. Да? Жилье просто. Не будет, как может быть. Никто не будет ограничивать эту работу. Только вопрос, сколько мы добавим вам на наше жилье, если мина не будет согласна. Если будет согласна в этот момент, вообще проблем не будет. если мина не согласна, то к кому надо обращаться? В этой комиссии, да? что в частных задниках, вообще, ну, вообще, эта комиссия, которая занимается патриотией, чтобы он узнал, что вы уничтожаете. Если будет согласна мина, и так получите мина, и все, и надо к нам обратиться, если не будет согласна в этот момент, но еще не скажу вам точно. Если вы скажете нам эту систему, сразу поговорите тоже. Когда мы вернемся, мы должны обратиться к событию демонстров, да? И сказать, пожалуйста, есть так, как так. Люди согласны, люди не согласны. Это хватит, не хватит. Потому что, остальное всегда это жилье и работа. И их устраивает то, и не устраивает. Да? Вот так вы и говорите. Но если я в неделю приезжу, и у них все у нее есть, я вам решу свою жизнь. Я вот эти деньги, я рекомендую, я эти деньги, 100 тысяч за тебя получу, и буду продолжать, в тот год, и не так. Еще раз. Получите где-то, если были прессированы, получите где-то 1,900 долларов. Сколько будет? 500 долларов где-то так будете получать. Но это выше, чем самая низкая оплата рабочего. Хорошо. Это хорошая пенсия. Еще раз скажу. Да. Еще раз скажу вам. Так. Вопрос такой. И одиночка, и вместе, два пенсионера. Сколько будет получать? Не знаю. Скажу вам. Предлагает совет министра сдать 100 тысяч на семью. Будем с ними. Потому что здесь приехали. На семью. Но то, что люди приезжают, и так далее, и так далее, и то, что надо. И например, студенты, которые на Качеве, в Польше, ученцы, и они после этого года получают польские гражданства, некоторые патриоты. И то, что надо, у них нет правительства, То, что бы им надо, чтобы они стояли на своей ноге. Сколько бы им дали? Ну, будем делать эту систему, потому что это так. Это так. Понятно. Такие люди в обществе. Я председатель польского общества. Остальные люди. Я сработаю. Я сработаю. Слышно? Слышно. Я громко говорю. И есть такие дети, которые окончили уже музыку. Что им делать? Он, например, в этом году закончил музыку. Назад ехать в Казахстан? И если хочет нам остаться. Тогда как быть? А уже внески на репатриацию родителей подали. Тогда как быть? Я считаю, что вместе с родителями просто готовы. Я знаю, что это... Вы знаете, не можно дать так, что родители дать квартиру, деньги на квартиру, то же они вместе подали. Нет. Они вместе подали. Вместе с вами? Да. С родителями. Это ничего. Пожалуйста. Это все. А как вы уже закончили? Как ей быть в рамках? Она... Нет. Без нас не надо. Потому что она не получит. Это нужно только после этого. Она будет гражданином. И ничего не получит. Лучше встать. Теперь сидеть на этой карте поляка. Может, она имеет карту поляка и так. Да. Сидеть на ней. Никто не выбросит. И когда нужно будет ее подрядом, в это время она все получит. Думаю, что это обходить в наши законы. Сидеть на ней. Ветерую на карту поляка. Ветерую на карту поляка. Сейчас с вами по поляков. Можно? На этой просьбе. Что это будет? И ты будешь приезжать, что это плачет. Сейчас мы платим. И, ты будешь приезжать. В зиму, ты будешь на карте. Вы можете на карте. Поляка получил, чтобы у меня было. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...